Белорусский металлургический завод стал переможцем бизнес-конкурсу «Брэнд Года» у номинации «Социальный отказный бренд». Держалта инспекция проводит на территории Гомельской области комплекс профилактических мероприемств «Сустречная полоса». Жихар Светлогорского района допомог правоохоуникам раскрыть крадеж. Минулая ночь по сходу Гомельской области стала самой холодной за гэтую зиму. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. Белорусский металлургический завод признанный лепшим у республицы у сферы житявления экологичной деянности. Подтверждением тому стал диплом «Пераможцы» и золотая медаль у номинации «Социальный отказный бренд». Узнагороды предприемства отримало у одним из самых престижных у Беларуси бизнес-конкурсов «Брэнд Года». Одначим, что на БМЗ наладжено рациональное обыходжение с отходами вытворчасти. Больше как 80% их отправляются на дальнейшую перепрацовку, а Маль 15% выкористовывается повторно. Открытый диалог с працующей молодзю прошел сегодня на Коминтерне. На питание молодых специалистов отказывали кероники предприемства, представники БРСМ и органов улады. Агульная тема гутарки – поддержка молодзи как залог поспехового развития краины. Замансование молодых кадров на первых працонных местах, заработная плата, макшимость карьерного росту, будовництва жилья. Отказы на свои питания отримали около 40 человек. Нагадаем, проект «Открытый диалог» з'является широкой дискуссийной пляцовкой, якая дала макшимость молодзю уздымать актуальные проблемы и задавать хвалючие пытания представникам органов улады, политикам, предпринимальникам и громадским деячам. Завтра «Открытый диалог» пройден на базе свободной экономичной зоны Гомель-Ратун. Удельниками состречи станут молодые ученые, выкладчики ВНУ, аспиранты и студенты. Цель «Открытого диалога» чтобы он был действительно открытый, чтобы он помогал сегодня участникам, нашим людям, не где-то на кухнях или на форумах писать вот эти комментарии, догадываться о чем-то, предполагать, а чтобы получать непосредственно квалифицированные, грамотные решения, ответы, становясь где-то более осведомленней. И, с другой стороны, спикеры, руководители, они же тоже общаясь, видят, о чем сегодня спрашивает население. Соответственно, вот это является определенными, в том числе, индикаторами для дальнейшей работы, на что нужно обратить большее внимание. Рейтинг специальностей для навучения беспрационных у 2016-м годе означалили оператор котельни, предприниматель и продавец. Пиралик специальностей актуализуется з уликом потребностей у рынку працы. Усяго служба занятостей Беларуси у минулым годе накеровала на профессийную подрыхтовку и пера подрыхтовку каля 11 тысяч человек. При этом, больше за усеу подобных махчымастей упрадоставлено у Гомельской в области амаль 2 тысячи. Кожный третий курсант накерованный на прав навучения по заявках наймальников с гарантой дальнейшего праца уладкования. Темчасом, жахары регионы, которые плануют открыть уласный бизнес, мают махчымасть пройти занятки у стартап-школе. Напереда дни перша сустреча отбылась в Белорусском Гандлево-экономичном университете с поживецкой кооперации. Як выбрать перспективную бизнес-идею, кольки сродка унеабходна для старта и яким чином проверить надзейность партнера. Гэта тольки не которые темы, які обмерковываются на занятках. Стартап-школа новый некоммерциный проект. Ягомэта да помогчих амельчанам реализовать их креативные бизнес-идеи. Занятки будуть проводить вядомые бизнесмены. На своих прикладах яны расскажут, як починать уласную справу, подзбегнуть помылок и досягнуть поспеху. Сирода организатора у школы Центр бизнес-эдукации Белорусского Гандлева-экономичного университета и Громадское объединение товарыства садзейничанья инновацийному бизнесу. Современная молодежь как раз очень инновационно мыслящая. Они понимают, что для них очень важно какую-то генерировать новую идею для того, чтобы придать ей затем прикладной характер и реализовать свою идею в своем будущем бизнесе. Стартап-школе по сути могут принимать участие любые желающие. Это могут быть как студенты любого из университета. Это могут быть как люди, которые работают по найму, но хотят, например, открыть свое дело. Это могут быть так уже и те, кто только-только начал, уже запустил свой бизнес и хочет перебрести дополнительные практические инструменты к его реализации. С сегодняшнего дня на территории в области Дзержа-тоинспекции распочала комплекс профилактических мероприемств «Сустречная полоса». На протягу 10 дней пройдут специальные рейды, задача, в которых выявление порушений правилов обгону и выезду на полосу «Сустречного руху». Инспекторы ДАИ будут ожидаю контроль с использованием приборов фото и видеофиксации. Нагадаем, штраф за подобные порушения может досягать 10 базовых величин. Кроме того, водители могут стратить макчимость керовать автомобилем до одного года. Жихар Светлагорска допомог правоохонникам затрымать злачинцу. За грамадзянскую свядомость сёння её натрымал подяку от управления Следчага Комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Криминальная история отбылася каля месяца тому. Пакуль Жихарка рабочого посёлка Сосновый Бор находилась на праце у райцентры, где златое кальцо. Гэта была семейная реликвия, якую жанчыне передала яе мати. У момент крадяжу у кватеры знаходзівся сын потерпелый разом со своей сяброукой и яе батькам. Пакуль ніхто не бачу, мужчина присвою чужую майомость. Одразу пасля гэтага у Светлагорска он поспробував продать свою знаходку на чагуночном вокзале за 100 рублёв. уведомленья об пропаже. Каліз разумеў, што ёгу новая пакупка полностью отповедая описанню, прышоў до правах уникаў. Стоит отметить его гражданскую позицию, его гражданское мужество о том, что понимая, что компенсацией денежной за приобретение похищенного имущества ему никто выплачивать не будет, законодательно это не предусмотрено. Он нашёл себе силы и сознательность явиться в органы уголовного преследования и передать На наступным тыдне 15-го лютого будет значаться 28-я годові на выводу советских войск из Афганистана. Мероприемцы, присвеченные гэтай памятной даті, распачнуться 13-го и 14-го лютого. Пройдуть сустрэчы и приёмы у дельников военных падей семья у загінувших. У вечары у авторок у городским центры культуры выступить российский ансамбль «Блакитные береты». День 15-го лютого открыться областной паминальной акцией запалі свечку памяті. У 11 годзі у Сабору Святых Петра і Паула адбудзіться памінальная служба у памяті об загінувших при выконанні интернаціональнага долгу земляках. У 12 годзі у храмі Іверской іконы Божай Маті пройді панихіда, а празгадзіну будуть ўскладзіны кветкі до меморияла у Любінськім микрорайоні. Там же адбудзіться митэнг. Дарічі прапамятні мероприємствы атак самадзейнаць Гомельській обласной організаціі Беларускага Саюза ветерану вайны у Афганістані заутра подзі размова ў праграмі Діалог. Гостім студы стані старшыня організацій Михаїл Жукєвіч. Задаць свае пытання глядачы могут па нумары телефона промога эфіру у Гомері 77 68 45. Глядіця діалог на таліканалі Беларусь 4 заутра ў 19 гадзін 50 хвілін. Мінулай ноччу па ўсходзі Гомельськай в області бэў установлены новы температурны рекорд за ўсю гэтую зіму. Самая нізкая ночна температура зафіксавана ў Василевичах Рычыцкага района мінус 25 градусов. Ні нашмат було теплєй ў Брагіне 24,5 градусы па Цэльсію са знакам мінус. У Гомелі слупок термометра крыху не досягну адзнакі ў 23 градусы. У Жлобіне зафіксавана мінус 20. Такіе звєсткі даюць станці метэназіранні, ў што працюць на тэрыторый нашай в області. Пры гэтым минулая ніч не пабіла температурны рекорд 1947-го года. Тады ў ніч з 8-го на 9-е лютага слупкі термометра ў апустіліся дадзнакі ў 28,7 градуса. Самая ж нізкая заусю гісторію метэназіранні ў температура на Гомлішчыне была ў зімку 1970-го года мінус 36,3 градуса. Выстава падназва «Папяровые цуды» адкрылась ў обласным центры народной творчасті. У экспозиції і работы ў техніці вытінанка майстра знаролі Юлії Каурус і выхаванців Гомельського Палацца Творчасті Дзятей і Молоді. Вытінанка адзінца астаражітніх відаў мастацтва. Самый просты узор папяровые сняжынкі. Але на выставі проставлены більш складанай работы і особныя ствараліся місяццами. С простай паперы з вычайными ножницами Юлія Каурус выразая невірагодныя ажурныя вырабы. У іх знайшлі адлюстравання самыя розныя сюжэты прырода, міфологія, архітектура і істория. При гэтаму беларускай витінанцы традицинна піраважаюць простыя формы і стрыманасцю фарбах. Гэтэ і іншэ новіны вы можете знайсці на нашым сайці у інтернеті по адрасі www.tvrgomil.by Далі у ефіры спортывны агляд. З новіными спорту вас познайоміць Максим Савін. Заставайціся на каналі Беларусь 4 Гоміль. Дякую.